Некоторые родители детей ссылаются на отсутствие опасных заболеваний. Сегодня не фиксируются такие болезни, как корди, фтерия, коклюш и другие. Но специалисты подчеркивают, что такие заболевания могут возникнуть в случае большого числа отказов от прививок. Только на начало этого года было 2,5 тысячи. И в первом квартале из этого количества только привилось 106. Конечно, возникает риск возникновения этих инфекционных заболеваний. Вторая причина, по которой они отказываются, это, естественно, некоторые сомнения в качестве вакцинации. К сожалению, тут, мне кажется, я хочу развеять их все сомнения, потому что закупаются непосредственно нашим правительствам именно те вакцины, которые рекомендуется Всемирной Организацией Здравоохранения. Это высококачественные вакцины, и причем они комплексные, как, например, гекса или пентавакцин, содержащие 5 или 6 вакцин. И они даются в 2, в 3, в 4 месяца первого года жизни ребенка. Причем сегодня родителям нет необходимости прививать детей от каждой из 6 наиболее опасных инфекционных заболеваний. Можно получить одну комплексную инъекцию. Причинами отказов также называются личные убеждения. В частности, родители ссылаются на опасность вакцины, вероятность появления у детей ДЦП или аутизма. Но, по словам специалистов, все это врожденная аномалия. Иными словами, генетические заболевания. Для того, чтобы у нас не было вспышек таких заболеваний, как корь, дифтерия и особенно полиэмилит, которые приводят в 70% случаев парализации, между параличами, а именно к венитализации, необходимо вакцинировать своевременно. Это, во-первых, согласно национальному дню календаря. И, во-вторых, необходимо все-таки охватить именно тот необходимый процент, а именно не меньше 95%. Если же этот процент будет ниже, как сейчас на сегодняшний день озвучилось на одном из семинаров, 87-88, то, естественно, может быть возникновение инфекционных заболеваний. Николай Сырбов, Аманжилат Магомбетов, Казахстан, Актубе.